Здравствуйте, уважаемые участники Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку. Вот закончился школьный этап Всероссийской Олимпиады. Я вас поздравляю с тем, что вы участвовали. И хотелось бы отметить следующее. Олимпиада, школьный этап, проходит среди участников четвертых, пятых, шестых, седьмых, восьмых, девятых и десятых, десятых и одиннадцатых классов. Большинство из вас очень хорошо справились с заданиями. И сейчас мы обратимся к тем заданиям, которые, может быть, были выполнены не очень успешно. И хотелось бы отметить причины, определенные причины неуспешности, которые повторяются из года в год. И вот эти общие замечания. Первое, что вызывает значительные сложности, это, как ни странно, внимательное чтение текста. Внимательное чтение задания. Вы читаете текст задания, формулировку задания. И необходимо читать само задание от начала и до конца, делая какие-то важные пометки, которые нужны именно для этого задания. Итак, внимательное чтение задания. Желательно с карандашом, подчеркиванием важной информации. Следующая проблема, на которой хотелось бы остановиться, это выполнение условий задания. Школьный этап по всем классам идет в тестовом формате. Конечно, решать тесты, возможно, и не всем нравится, потому что иногда бывает сложно выполнить какие-то технические требования. И вот, к сожалению, у многих из вас эти технические требования были не выполнены. В задании сказано, выпишите слово в начальной форме или выпишите слово в той форме, в которой оно стоит в тексте. Без знаков припинания. Или это может быть какая-то форма слова, которую вам нужно написать, она указана. Или это определенная часть речи. К сожалению, не все из вас обращают внимание именно на условия задания. Хотелось бы посоветовать вам выполнять задания на компьютере по возможности, потому что у телефона очень маленький экран. И, возможно, не все предложения, не все примеры вы увидели ясно и четко. Следующая проблема, на которой хотелось бы остановиться специально, это самостоятельное выполнение заданий. К сожалению, из года в год учителя, родители, школьников при выполнении заданий хотят оказать им посильную помощь. Мы еще раз настаиваем на том, что задания делаются специально для детей определенных классов. Уважаемые участники, вы хорошие, умные дети. Вы интересуетесь русским языком. Вы выполняете задания по русскому языку для того, чтобы получить удовольствие. Для того, чтобы познать тайны языка. Для того, чтобы научиться чему-то новому. Это не контрольная работа. Это не проверка ваших знаний. Хотя, конечно, как и в любой Олимпиаде, есть и призеры, есть и победители Олимпиад. И, конечно, выигрывает сильнейший и умнейший. Но пользоваться посторонней помощью, помощью учителей, родителей, это неакадемично, это некорректно. И это просто неинтересно. Хотелось бы также отметить и то, что многие участники Олимпиады решают во время тура воспользоваться подсказкой из интернета. Как в известном ток-шоу «Помощь зала», используя интернет. Это тоже некорректно, это, в общем-то, нечестно. И, соответственно, вы не получаете того удовольствия от решения заданий, которые вы обязательно получите, если будете решать задания самостоятельно. Ну и после таких общих замечаний я остановлюсь конкретно на тех заданиях, которые вызвали, с одной стороны, наибольший интерес, а с другой стороны вызвали наибольшие сложности. Уважаемые участники седьмого и восьмого класса, Сейчас мы рассмотрим задания, которые оказались для вас достаточно сложными. Первое задание, несколько первых заданий были связаны с этимологией. Вы уже не раз, вероятно, участвовали в школьном этапе Олимпиады по русскому языку и знаете, что этимологии, историческому родству слов в нашей Олимпиаде уделяется особое внимание. Это связано с определенной спецификой Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку. И таких заданий на всех этапах Олимпиады достаточно много. Поэтому мы их тоже стараемся включать. И они вызывают определенные затруднения. Затруднения эти связаны с тем, что иногда с течением времени в истории слово кардинально меняет свое значение. Но всегда в этом значении остается в этом гнезде, этимологическом гнезде, что-то общее. И решение этих задач тоже имеет определенную специфику. Их нельзя решить в лоб. Их, возможно, не все эти задачи решаются сразу с первого пункта. Если мы прочитаем этот текст, в русском языке есть слово со значением «жидкость», содержащаяся в клетках ткани, то не всегда понятно, о чем идет речь. Вы, возможно, предположили несколько разных слов. Но если значение слова непонятно, если есть варианты, то надо читать текст дальше. Вообще все задания, как я уже сказала во вступительной части, читаются от начала и до конца. И в таких заданиях нужно искать то значение, которое можно отгадать стопроцентно. Ну вот, например, слово «шесть», обозначающее канун Рождества. Это слово общеупотребительное. И сейчас мы его употребляем очень и очень часто, когда речь идет о Рождестве. Это наш с вами государственный праздник, 7 января мы отмечаем. О рождественском сочельнике, 6 января, в общем-то, конечно, вы знаете. Это слово можно отгадать. Какое еще слово можно в этом этимологическом гнезде достаточно легко отгадать? Например, слово «сочный», допустим, обозначающее обилие. Хотя значение достаточно общее и, возможно, затруднение. Но вот сочельник уже слово, очевидно, есть. И если это слово есть, вы внимательно на него смотрите. И, конечно же, обязательно, если речь идет об этимологическом гнезде, мы смотрим на чередование, которое есть в корне слова. Вам известно чередование к «ч». Это типичное регулярное чередование в русском языке. «Сок», «сочица». Огромное количество слов, где есть такое чередование. В данном случае это чередование поможет вам определить слово первое. «Сок», например. Далее также есть затруднение. Конечно, мало знакомо слово «чечевица». Но есть слово, например, о котором можно сказать. В честь этого растения получило родовое прозвище известный римский оратор. И имя известного русского оратора тоже, конечно, известно. «Цицерон», «марктулий» от латинского названия «растение». Известно как «бараний горох» или «нут». «Чечевица» также слово «близкое». Слово «близкое» позначение. И за счет чередований такие, на первый взгляд, далекие слова, как «сок», «чечевица» и «цицерон», они входят в одно этимологическое гнездо. Конечно, эти задания сложные. Но, тем не менее, их надо стараться решать, потому что на муниципальном этапе, который будут проходить многие из вас, призеры и победители школьного этапа, эти задания встречаются очень и очень часто. Следующее задание также, в общем-то, связано с этимологией. Я уже сказала, что таких заданий много. Но оно связано с корнями, которые вам, вероятно, знакомы больше. Но и здесь есть определенные, так сказать, затруднения, исключения. Конечно, слова «морозный» и «мерзнуть» ассоциируются. Они могут и на данном этапе рассматриваться как слова с общим значением. И это значение друг от друга удалилось не настолько, чтобы вообще не соотносить эти слова. А вот, например, слово «салат» и «посол», эти слова также являются историческими родственниками, но по значению они разошлись. Но тем интереснее смотреть, как же с течением времени могло быть преобразовано слово. В данном задании даны значения слов, которые нужно отгадать. Такой бывает воздух в обычный зимний день. Совершенно очевидно, слово отгадывается. И если вы знаете этот корень уже, мороз, мраз, то значение «мерзнуть», зявнуть слово без приставки и указано количество букв, легко можно отгадать. Так же, как и крайне противный, скверный, который корень этого слова тоже является исторически родственником слову «морозный». Ну, а о словах «солёный» и «сладкий», что это слова одного этимологического гнезда, по-моему, уже известно всем, и об этом упоминается и в школьном курсе русского языка. А вот открытием, я думаю, для вас стало слово «салат». Салат – это солёная зелень. И именно поэтому слово оказалось в этом этимологическом гнезде. Ну, неинтересно разве. Очень интересный, такой увлекательный путь проделало это слово с корнем. И сами корни очень распространены в русском языке и общеупотребительно. Это задание, о котором сейчас пойдёт речь, вызвало затруднения, в принципе, во всех классах. И это задание на логику, на определённое внимание, на догадку. Задание связано с тем, чтобы расшифровать это задание, понять, о чём идёт речь. Вам нужно было выбрать из приведённых слов, обозначающих название букв 3, обладающее наибольшим числовым значением в определённой системе. И вот что это за система, нужно было догадаться, внимательно читая задание. А это система, где нужно было разделить на буквы, слова, которые даны в задании, и анализировать буквы по отдельности, то есть считать количество звуков внутри слова. Таким образом, мы получаем ответ 1, 2, 9. И вы видите на экране, какие числовые значения соответствуют в данной системе названия букв. Ещё одно задание, которое, к сожалению, вызвало трудности, и наше сожаление связано с тем, что, увы, не все из вас много читают художественной литературы. Я уже не говорю о том, что вы, например, не читаете фразеологические словари. А это, поверьте, очень увлекательное чтение. Русский язык, как никакой другой, богат фразеологическими устойчивыми сочетаниями, которые пришли в нашу речь и из бытовой сферы, и из литературы, и из, например, Библии, каких-то исторических хроник. И вот такое интересное было, весёлое задание, когда школьник отвлёкся, записал в тетрадь некоторое словосочетание, составил с ними текст и перепутал все фразеологизмы. Вот фразеологизмы достаточно редкие, но, например, фразеологизм «скрипя сердце», он часто встречается в русской речи, но, к сожалению, не всегда в правильном написании. «Скрепя сердце» значит с неохотой от слова не скрипеть, а скрипить. «Скрепя сердце», то есть с неохотой крепко держится это сердце, скрипить его, сжать сердце, сделать что-то с неохотой. Известный разговорный фразеологизм «сыр бор загорелся», иногда говорят «разгорелся», но именно фразеологизм именно так звучит. «Сыр устаревшая форма», краткая форма прилагательного «сырой» и, конечно, такой продукт, как сыр, костромской или ярославский, много сортов сыра мы с вами знаем, здесь абсолютно не при чем. Это краткая форма от имени прилагательного. Есть и фразеологизмы вам встретились, которые пришли к нам из других источников, менее вам известных. Это, например, фразеологизм «перековать мечи на орала». Фразеологизм связан с тем, что надо готовиться к миру. Закончилась война и мечи куются на средства, которыми можно пахать, сеять или, вот как в былинах, вышел аратый, арати, то есть вышел сеятель, сеяти. Или другой фразеологизм от слова «ладан», смолан, который используется в церкви, в храмах. Вы, наверное, и видели, и ощущали запах, видели, как священник использует ладан и ощущали запах ладана. Вот в данном случае это отлеют угольки, есть ладан, выделяется дым, и раньше он символизировал дыхание умершего, поэтому на ладан дышит, значит, находится на грани смерти. Вот такие интересные фразеологизмы вам встретились, я надеюсь, что вы их теперь будете знать. Уважаемые участники седьмого и восьмого класса, класса Олимпиаду большинство из вас выполнили очень хорошо, и, соответственно, вы будете участвовать в муниципальном этапе Олимпиады. Я прошу вас подготовиться к этому достаточно нелегкому испытанию и посмотреть задания прошлых лет на сайте Всероссийской Олимпиады школьников в Москве. Там вы увидите задания седьмого и восьмого класса предыдущих лет. Посмотрите, пожалуйста, на них и порешайте эти достаточно интересные задания. субтитры субтитры и